Добрый день, меня зовут Кибуря Лыла Капитоновна, я кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивной и пренатальной медицины клиники UMC. Сегодня нам хотелось бы поделиться историей супружеской пары, которая обратилась к нам в Центр репродуктивной и пренатальной медицины клиники UMC. 10 лет бесплодия, старший репродуктивный возраст, сниженный овариальный резерв, 6 неудачных программ ЭКО было у героев нашей истории до того, как они пришли бы к нам. Речь пойдет не просто о типичной истории, где было достаточно все сделать по протоколу. У нас не было права на ошибку, и для нас было крайне важно правильно расставить приоритеты и корректно составить этапность лечения. На первом этапе мы подготовили пациентку к программе ЭКО. Учитывая ее соматические особенности, нами совместно с гематологом и эндокринологом был подготовлен прегравидарный план подготовки. Это было крайне важно, чтобы избежать развития неразвивающейся беременности у нее в последующем. Параллельно наши андрологи занимались подготовкой супруга. Им удалось улучшить показатели подвижности и морфологии сперматозоидов перед программой. Грамотная подготовка не только женщины, но и мужчины влияет на успешное сопровождение качества полученных эмбрионов. Далее, после получения эмбрионов была проведена их генетическая диагностика в силу возраста пары, а также в силу наличия изменений в креотипе у супруга, которые мы также вовремя обнаружили. После этого мы провели пациентке диагностическую гистероскопию, учитывая неудачные программы ЭКО в анамнезе, чтобы исключить и при необходимости скорректировать внутриматочную патологию. Затем подготовили эндометрии и только лишь потом сделали креотипеноз. И здесь возникает главный вопрос. В чем же секрет успеха? И прежде всего, это работа в команде, когда вы приходите в клинику, где каждый специалист на своем месте и имеет четкое понимание того, что он должен делать. Вам не нужно наблюдать у репродуктолога в одном месте, у андролога в другом, у смежных специалистов еще где-то, чтобы выстроить последовательность процесса. Мы ведем пациентов вместе, устраивая консилиумы совместно с нашим руководителем и нашими коллегами. И наша цель – это не проведение программы ЭКО. Наша цель – это рождение здорового ребенка. Вторым важным аспектом успеха является доверительное отношение к пациентам, когда вы чувствуете нашу заботу, непрерывное внимание, поддержку на каждом этапе. И третьим важным составляющим успеха является скрупулезный подход на пути к главной мечте, когда важен каждый нюанс, каждая деталь процесса. Неудача – это не повод для того, чтобы отчаиваться и опускать руки. Поэтому всегда помните – дорогу осилит и душ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова